Всегда говорим, что вот эти первые минуты, заключительные минуты таймов, начало второго тайма, где нужно иметь полную концентрацию, что у нас не получилось. Переждать, перетерпеть этот очень хороший организованный импрессинг Спартака. Сделали пару-тройку неправильных выходов из обороны, с которого нам забили гол. Это продольная передача низом, которая перехватилась и нас наказали. Этот гол помог нам вернуться в игру, встрепенул нас, дали фору и после этого уже начали действовать более смелее, проводить свои комбинации. В итоге нам удалось сравнять счет. Были и до этого предпосылки, где мы могли и раньше этот счет сравнять. Во втором тайме, опять же, хорошая борьба, больше позиционной обороны. Ну, у нас было очень много предпосылок для быстрых атак, мы их проводили. Ну и вот этот завершающий пас, завершающий пас под удар, под гол, он у нас не получался. Он у нас не получался, мы могли, в принципе, увеличить преимущество. Ну, под нашими воротами мы позволили Спартаку сделать только несколько дальних ударов, но будем разбираться. Все равно пару раз Глушаков бил все-таки без давления на него. Здесь нужно быстрее реагировать на этот эпизод, когда готовится удар. Игра на сбору, где мир ответственности все-таки не так высока, не так высока. Но она хороша тем, хорошей динамикой, хорошим соперником. И нам как раз вот этот тонус игровой нужен был. И мы эту игру как раз и запланировали, когда появился московский Спартак. Московский Спартак. Но, как всегда говорим, есть над чем работать, есть что улучшать. Ну, радует то, что команда выдерживает темп движения на 90 минут, в общем, весь матч. Удовлетворены ли вы игроки? Ну, тренеру не бывает такое, чтобы он полностью был удовлетворен. Даже в выигрышные матчи, где мы всегда находим кучу ошибок, кучу неправильных действий. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Как раз и эта игра служит нам хорошим, хорошим теоретическим занятием, где мы разберем те нюансы, где еще нужно нам улучшать наши позиции.